Так, здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами посчитаем приблизительно чего кого надо для заработка определенной суммы денег на фиалках. Я вам сейчас приблизительно расскажу как эта схема пишется, а вы уже у себя по свои процессы, по свои цены это все посчитайте. Итак, как заработать к примеру одну тысячу долларов в месяц на фиалках, стриптокарпусах или бегонях, да и в принципе и любой другой растения, любые другие какие-то вот эти все наши продаваемые штучки. Значит так, что вы должны первое знать и разбираться? Это то, что мы начинаем с конца. Мы с вами формируем сумму, которую мы хотим получить в месяц. К примеру, мы хотим получить в месяц тысячу долларов, но у нас же 12 месяцев в году, да? Месяцев, так? 12 месяцев. Мы хотим 12 тысяч долларов, так? Но у нас есть сезонность, значит сезонность, сезонность. И сезон у нас длится 8-максимум, ну напишем 10 месяцев, да? Допустим, если брать суккуленты, их можно отправлять чуть-чуть и в мороз. Вот, значит у нас получается 12 тысяч, допустим 10 месяцев. 12 тысяч мы делим на 10 месяцев, это получается, что 1200 долларов в месяц мы должны получить в сезон. Теперь, следующий момент, тоже очень важно, это то, что вот у нас 10 месяцев, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, мы здесь пишем, январь, как правильно, не продаются, вот январь у нас улетает и декабрь, декабрь улетает. У нас минимальные заказы будут, вот февраль, февраль, это минимальные заказы, вот 0,2 месяц, февраль. Потом, в 0,3 месяце у нас идет рост, так, 0,4, 0,5, это у нас максимум, максимум. Так, мы понимаем, что это январь, февраль, март, апрель, май. Потом, в 0,6 месяце у нас идет небольшой спад, 0,6, 0,7 тоже спад. Так, в восьмом месяце, в принципе, тоже вот все летние дни, они, как правило, все летние месяцы, это спад у нас идет небольшой. И потом у нас идет девятый месяц, 0,9, это у нас тоже максимум, десятый месяц у нас максимум. Так, и уже в одиннадцатом, зависимо от погоды, это у нас одиннадцатый месяц, декабрь, это у нас идет спад практически минимум. Вот эту вот динамику вы должны понимать, это тоже очень важно. Итак, теперь рассчитываем производственную мощность. Вы берете, идете на свой стеллаж, смотрите, сколько у вас занимает одна полка. Занимает одна полка. Сколько там помещается ваших растений, допустим, укорененные листья фиалок. Ну, скажем, место стаканчика. Так, укорененные листья, сколько места занимает. Сколько штук на одной полке. Потом, сколько у вас цена одного стакана. Вот цена одного стакана у вас, допустим, там, 20 гривен. Я считаю в гривенах, вы уже там в долларах, там, в рублях пересчитываете. К примеру, средняя цена 20 гривен. Допустим, одна тысяча долларов, ну, это 30 тысяч гривен я буду считать, вы хотите продать в месяц. Так, значит, 30 тысяч разделить на 20. Так, сейчас момент, я включаю калькулятор. Вы делите это всё, так, калькулятор, значит, 30 тысяч, 30 тысяч гривен. Я в гривнах считаю, поэтому вы пересчитывайте своё. Разделить на 20. Равняется. Вам нужно в месяц продать 1500 стаканов. Это один месяц продать. Так, с учётом вот этих месяцев, в какой-то месяц вы должны продать больше, в какой-то месяц продать меньше. Значит, на вот это всё мы накидываем полторы тысячи стаканов. Я считаю, что нужно, чтобы было 200 тысячи, потому что у человека должно быть, должен быть выбор. Это в месяц. Если это в месяц, значит, мы берём с вами 2000 стаканов в месяц, умножаем на 10 месяцев. И у нас получается 20000 стаканов в год. Вот. Теперь вы идёте обратно к вашим стеллажам. И понимаете, влазит вам эта вся циферка, понятно, что 20000 стаканов в год вы не можете сразу разместить. У вас будет какая-то часть в укоренённых листьях, какая-то часть в детках, детки дороже, какая-то часть в свежесрезанных листьях, да. Потом какая-то часть у вас в стартеры. Вот лучше всего продаются детки. И вы понимаете, что здесь вы можете в детках не 2000 стаканов в месяц продавать, потому что это нужно упаковать, продать, предложить. Вы берёте, начинаете думать, где вы можете чуть-чуть поднять цену. Допустим, детки, определённые сорта по сортам. Какие дороже, есть цены, ставите выше. Потом вы берёте, детки, допустим, наборами. Только наборами я не рекомендую продавать, потому что есть много количества девочек, которые не хотят брать наборы и бодаться с вами, выбирать какие-то сорта. Им проще выбрать уже готовые сорта, которые они сами хотят. Вот, наборы можете продавать. Потом, какие-то сорта подешевле. Дешевле. Может быть, стартеры. Но стартеры под вопросом и взрослые. Взрослые берут намного реже, чем всё остальное. Вот. Всё. Вот это вы себе регулируйте, что вы можете сюда добавить, чтобы было меньше. Теперь, пишите средний чек. Это очень важный показатель. Средний чек. То есть, вот это самый важный момент. Средний чек. Это сколько один человек у вас покупает. На какую сумму покупает один человек. У меня где-то приблизительно это 200 гривен. То есть, вы понимаете, чтобы заработать 2000 гривен. 200 гривен у меня есть. Мне нужно обслужить. Сколько человек? Значит, 2000 стаканов, чтобы продать. По среднему чеку 20 гривен. 20 гривен это приблизительно 10 стаканов. Так. Укоренённые листья или фиалки, неважно. Мы 2000. Разделяем на 10. У нас получается 200 человек. В месяц. И вы сами думайте и считайте. Реально для вас вот такая нагрузка. Если 200 человек в месяц, это вам нужно обработать. Ну, скажем, можно увеличивать средний чек. Здесь, может быть, корреляция чуть больше. Может быть, даже я 200 гривен это и мало. Я думаю, что больше. Потому что есть часть людей, которые много заказывают. Давайте поставим 300. Но это вы понимаете приблизительно, какой объём работы вам нужно сделать. Всё-таки, как-никак, если 1000 долларов, это достаточно большая сумма. Я думаю, что для многих из нас это, в принципе, средняя зарплата и в России, и в Украине. Ну, может быть, там, в других странах по-другому. Но у нас это даже очень и не очень. Понимаете? Значит, хорошо. Значит, мы берём 2000. Вот эту цифру. 2000. Так, подождите. Я, по-моему, запуталась. Это 2000 стаканов. Так, что-то я уже немножко запуталась. Так, давайте сейчас ещё раз перепроверим. Значит, чтобы у нас... Если у нас средний чек человека... Да, и нам надо 20-30. Подождите, я не ту сумму. 30 тысяч. Всё. Так, это неправильно. Значит, чтобы... Если у нас один человек... Так, давайте ещё раз. Ничего, запутайтесь, распутайтесь. Потом поймёте ещё лучше, чем я. Так, смотрите. Я так вам объясняла, что сама поняла. Если мы хотим заработать 30 тысяч гривен... Так. Средний чек у нас один человек у нас получает... Покупает на 300 гривен. Так. Нам нужно вот эту 303... Так, давайте, фотоаппарат разряжается. Всё разряжается. Никто ничего не хочет работать. Мы берём 30 тысяч, делим на 300, и получается 100. То есть нам нужно обслужить 100 человек в месяц, чтобы заработать эту сумму. Это приблизительно 1000 долларов. Чуть-чуть больше. Вот. Теперь вы понимаете, что у вас нужно обслужить такое количество людей. Это значит, нужно дать объявления, вести группы полностью везде, где можно участвовать. Так. Продавать, делать рекламу. Потом вам нужно в среднем вырастить вот такое количество 2000 деток в месяц в стаканах. И тогда вы в месяц можете заработать 1000 долларов. Если вы хотите целый сезон столько зарабатывать, значит, вам нужна техническая мощность разместить вот эти 2000 стаканов в месяц. Значит, ещё больше. Это нужно умножить на 10. И получится 20 тысяч стаканов нужно где-то размещать. Может быть половину, то есть где-то 10 тысяч стаканов вы должны смочь, разместить у себя на стеллажах, чтобы у вас и детки наросли, и листья укоренились, и так далее, и тому подобное. Вот так вот это всё я рассчитываю. Если я была вам понятна и полезна, поддержите меня лайком. Если что-то непонятно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я, может быть, ещё что-нибудь пересниму. Но именно так я считаю, сколько чего мне нужно засадить, посадить, наполнить. Я смотрю цифру, которую я хочу в месяц. Я понимаю, средний чек одного человека 30 тысяч. Я вижу, сколько у меня один стакан и сколько нужно занять. И таким образом просчитываю всю сумму. Вот так вот.